Привет! На огромном складе компании «АвтоСтронг» 300 тысяч отличных б.у. запчастей, а на складе компании «МотоСтронг» десятки отличных мотоциклов по привлекательным ценам. Мы сами привозим их из Европы и продаем с полным пакетом документов. Ассортимент мотоциклов обновляется несколько раз в месяц. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронг», чтобы не пропустить новые поступления. Звоните и пишите в «МотоСтронг-М». Менеджеры ответят на все вопросы, снимут видеоосмотр мотоциклов и решат вопрос с доставкой по СНГ. Сегодня мы разберем олдскульный 4-камерный 4-цилиндровый турбодизель от Renault. Встречаем G8T. 4-камерный 4-цилиндровый дизельный двигатель существует в атмосферном и турбированном варианте. В его легкосплавной ГБЦ один распредвал, который приводит по три клапана на каждый цилиндр через рокеры с гидрокомпенсаторами. В приводе ГРМ зубчатый ремень. За впрыск топлива отвечает распределительный ТНВД Bosch VE. Форсунки чисто механически. Этот двигатель устанавливался на Renault Laguna 1, Chafran 2 и Space 3 с 1995 по 2001 год. Двигатель 2.2 TD ресурсный и надежный. По механике никаких проблем нет. Топливная система готова переваривать топливо практически любого качества. Проблемы с ним случаются из-за возраста и из-за экономии на обслуживании. С годами этот двигатель обрастает грязью из подтекающего масла и налипшей пыли. Он потеет буквально по всем уплотнениям даже со стороны ремня ГРМ, чего категорически допускать нельзя. Добавим, что этот двигатель оснащен двухмассовым маховиком, ресурс которого 400 тысяч километров. Выход его из строя сопровождается звонким грохотом. Стоимость двухмассового маховика 500 долларов. Сегодня мы будем разбирать двигатель 2000 года выпуска. Этот мотор погиб от приваривания вкладышей к шейкам коленвала. Посмотрим, что же привело к такому печальному концу. Всё-таки износ вкладышей более ярко проявился на более свежих двигателях Renault с Common Rail. А для G8T эта проблема не свойственна. ТНВД Bosch VE на турбированных и атмосферных моторах G8T разные. На турбированных двигателях ТНВД управляется блоком управления двигателем. ЭБУ регулирует экономичность топливной системы через клапан АЛФБ. То есть, производительность ТНВД снижается при низких и средних нагрузках на двигатель. Клапан опережения впрыска КСБ также регулируется блоком управления, а не самим ТНВД. Также у обоих ТНВД есть различия в логике работы в режиме ускоренного холостого хода. Этот механический ТНВД живучий. В сущности проблем не создает от старости. В нем может появиться течь по сальнику вала. Также из-за загрязненного топлива и плохой фильтрации может выйти из строя механизм опережения впрыска. В худшем случае изнашиваются рабочие поверхности в корпусе ТНВД. Все компоненты этого ТНВД есть в продаже. Переборка его несложная, но при установке важно правильно выставить номинальный угол опережения впрыска по подъему поршня ТНВД. А вот этот кухонный газлифт – это демпфер сброса газа. Он нужен для того, чтобы при резком сбросе газа уменьшалась плавная подача топлива и пассажиры не клевали носом. На двигателях G8T в комплектациях 716 и 760 установлен турбокомпрессор GT 1749. Это автономная турбина, то есть перепускная заслонка открывается избыточным давлением в улитке компрессора. Какое-то внешнее управление отсутствует. Это минимально нагруженная турбина. Любые проблемы с ней связаны с экономией на обслуживании. Износ и перекос ротора – это следствие экономии на моторном масле. Здесь же мы видим износ лопастей турбокомпрессора. Это вызвано, скорее всего, всасыванием воздуха в обход фильтра, то есть грязного воздуха. Песчинки посекли лопасти. Ну а сегодня разобрать этот старенький олдскульный двигатель нам поможет наш старый друг Артем. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. В моторе под Евро-2 система EGR очень просто глушится снятием трубки, по которой осуществляется вакуумное управление самим клапаном EGR. Форсунки на турбированных двигателях G8T одинаковые, а вот на атмосферных форсунка первого цилиндра оснащена датчиком подъема иглы. Напомним, что в двигателях Renault цилиндры считаются от маховика. Форсунки очень надежные, ресурсные, но с годами в них изнашиваются распылители, которые есть в продаже и легко меняются. Но эти форсунки надо механически отрегулировать, чтобы впрыск топлива происходил при правильном давлении. Ремень ГРМ подлежит замене каждые 120 тысяч километров либо же раз в 5 лет. Любопытно, что вот этот ремень подходит на японский двигатель Mitsubishi 4D56 и на его корейскую копию D4BH. Замена ремня ГРМ на двигателях 2.2 TD замороченная. На автомобиле надо снимать правую полуось и рекомендуется приподнимать или приопускать двигатель. Ремень ГРМ устанавливается по меткам, которые присутствуют на шкивах, а коленвал стопорится стопором. Натяжной ролик зубчатого ремня, который находится вот здесь, называется автоматический, но надо правильно отрегулировать его предварительное натяжение. А это происходит с помощью винта и индикатора, который находится на самом ролике. Так вот, если не выполнить досконально инструкцию по натяжению ремня ГРМ, то и нормального срока службы от него ждать не стоит. Часто владельцы ради экономии сами меняют ремень ГРМ. Ремень ходит примерно 10-20 тысяч километров, потом рвется либо перескакивает. Также владельцы пренебрегают масляной шубой, которая скапливается под кожухом ГРМ. Она может попасть на ремень ГРМ, и тогда стоит ждать дорогостоящих поломок. При обрыве ремня на большой скорости можно отделаться легким испугом. В первую очередь на этом двигателе ломают рокеры. А вот если ремень оборвало на высокой скорости, то при встрече поршней и клапанов клапаны загибают. Поэтому после обрыва ремня ГРМ проверка компрессии этому двигателю просто необходима. Ролик ремня навесного оборудования оснащен пружинным демпфером. Вся эта конструкция крепится на кронштейне на передней части двигателя. В кронштейне находится два игольчатых подшипника, который обеспечивает плавное покачивание механизма натяжителя. Но с годами эти игольчатые подшипники и втулка, в которой они находятся, изнашиваются. Иглы просто выкрашиваются, и это приводит к перекосу натяжного ролика. А это в свою очередь приводит к ускоренному износу ремня навесного оборудования. Но до этого ломается крепежный винт натяжителя, что влечет за собой много проблем по его высверливанию. Новый винт может сломаться через год-два. И только после этого владельцы начинают изучать натяжитель. В нем будет обнаружена выработка. Оригинальный натяжитель с демпфером стоит очень дорого. Практически столько же, сколько автомобилей Renault с этим мотором. Но на рынке есть заменители, цена от 80 до 130 долларов. При больших пробегах на двигателях 2.2 TD обнаруживается износ кулачков распредвала. Как в нашем случае явный износ, то есть процесс уже запущен. Это происходит из-за недостаточной смазки кулачков, а скорее всего это происходит из-за уменьшения сечения канала подачи масла в ГБЦ. Канал забивается сгустками старого масла. Кулачки работают по коромыслам без роликов и поэтому интенсивно обтачиваются. Если обнаружена выработка на кулачках распредвала, то менять распредвал на новый без глобальной чистки двигателя – так себе идея. Потому что проблема может повториться через несколько десятков тысяч километров. После перегрева двигателя 2.2 TD его головка не деформируется, а трескается в районе вихрекамер. После этого газы прорываются в систему охлаждения и приходится менять ГБЦ на новую либо бэушную из АвтоСтронга. В нашем случае мы видим трещины на всех вихрекамерах. Их можно поменять отдельно. Блок этого двигателя чугунный, с чугунными гильзами, по состоянию неравномерный износ хона и нагар на донышках поршней. В поисках причины задранных вкладышей мы решили разобрать маслонасос. Теперь причина понятна. Из-за вот этой выработки на шестернях маслонасоса и из-за вот этой выработки на корпусе маслонасоса давление смазки в этом моторе было недостаточным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итого, из-за проблем со смазкой конкретно пострадали вкладыши второго и третьего шатуна. Их основательно наварило на шатунные шейки коленвала. Также предполагаем, что этот двигатель перегрели, потому что видны тепловые прихваты на поршнях первого и четвертого цилиндра. Ну а пока остается только восхищаться массивностью олдскульных поршней. Жировой пояс примерно сантиметр, огромные компрессионные кольца, маслосъемное кольцо поменьше. Говорят, что для перемещения одного такого поршня надо примерно 10 лошадиных сил. Может быть, поэтому олдскульные дизеля были такие слабенькие. Коренные вкладыши выглядят бодрячком. Их только-только начало протирать. И коренные шейки коленвала тоже выглядят бодро. Любопытно, что по инструкции Renault перешлифовка коленвала не предусмотрена, поэтому ремонт коленвала всегда на совести владельцев и сервисменов. Верхние коренные вкладыши практически без износа. Обратите внимание на дизайн маслофорсунок. Это же просто арт-объект. Ну что, разборка закончена. Вот такие вот секреты таит в себе олдскульный дизель G8T. Если вы хотите видеть моторы посвежее, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, поставьте лайк и поделитесь с друзьями этим видео. Говорят, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего двигателя. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова